Здравствуйте! С вами Влад и новый авторский рассказ моего канала «Так не бывает». Лариса пока не знала, как ей пережить гибель мужа. Люди советовали просто жить дальше, но прошлое не отпускало. «Только отвлечется немного», — вспоминает Андрей. Может, их отношения нельзя было назвать идеальными. Жили как все, иногда и ссорились. Вот только теперь Лара вспоминала только хорошее, а себя постоянно винила за многое. Особенно за то, что не родила мужу ребенка, о котором он так мечтал. И еще изводила глупой ревностью, для которой, правда, порой были основания. «Прости меня, Андрюш, глупо я была. Теперь уже ничего не исправить», — сказала Лариса фотографии улыбающегося мужчины с усами и бородкой. Кари и глаза смотрели немного растерянны, будто вопрошали, мол, почему же я прожил так мало. Рядом с фото в траурной рамочке стояло зеркало, круглое, пудрового цвета. Это было глупо, но Ларисе нравилось хотя бы так, видеть свое лицо рядом с фото Андрея. Вот и сейчас она вглядела в свое отражение. Лариса была все еще молода и хороша собой в свои тридцать. Природная блондинка с небольшими, но выразительными серыми глазами с поволокой, которые раньше искрылись задором, сейчас стали грустными. Черты лица правильные, но сама Лара считала их какими-то скучноватыми. Она завидовала обладательницам пухлых губ, кудрей, пышных бюстов и вообще всего, что выделяет из толпы. Сама Лариса была воплощением нормы. Все такое, как надо, ни больше, ни меньше. Рост средний, не худая, не полная, все при ней, но будто выдано по густу. Плечи средние, талии есть, но могла бы быть и потоньше. То же можно сказать и о бедрах, длине ног и густоте волос. Вот и по характеру. Она всегда была сдержанной. Никогда не позволяла себе ничего лишнего. Больше слушала, чем говорила. В общем-то, сказать по правде, она была почти серой мышью. И блекло смотрелась рядом с жизнерадостным румяным и розовощеким мужем, у которого все было через край. То сердится неделями, то носит на руках. И вот, гляди же, на тот свет ушел именно Андрей, а она живет себе дальше. И даже не может никому пожаловаться на свое несчастье. По ней ничего и не скажешь. Ходит, ноги передвигает, даже улыбается через силу. И только Лара знала, почему стала ходить еще сдержанней. Почему движения теперь еще более медлительные. Это она боялась расплескать. Ту горечь и боль, которую носила в себе. Побежать бы, конечно, куда глаза глядят, да забыть. Может, память бы и оставила. Перестала грызть. Да вот не убежишь от самой себя. И хотя боль сомнительная ценность, но больше от брака ничего не осталось. Вот только эти вещи и бесконечная тоска по неизбывшемуся семейному счастью, для которого, казалось, было все. Ничто не предвещало полгода назад гибели широкоплечего здоровяка чуть за тридцать. Ремонтировал себе загородные дома. Получал очень даже хорошо. Даже справили квартиру всего за семь лет брак. И на тебе, все закончилось очень неожиданно. Взорвался газ в бытовом домике. Андрей погиб. И опознали его по металлической зажигалке с его именем, которую подарили выросшие с ним в детдоме друзья. Лара решила, не стоит выбрасывать вещи покойного. У мужа было много добротной одежды для выездов за город и для работы. Он любил рыбалку. Так что были и прочные сапоги, и термос, и несколько комплектов одежды. Если просто положу это все рядом с помойкой, кто-то может отстирать и продать по объявлению. Да и не факт, что эти люди действительно так уж нуждаются в деньгах. Вполне могут подобрать халявщики. Лучше отнесу на работу. Тот же Александр будет очень даже рад. Такие практичные вещи, да просто подарок для бездомных, подумала Лариса. Пожалуй, только работа в фонде по оказанию помощи бездомным и спасала сейчас от того, чтобы погрузиться в отчаяние. Когда видишь чужие проблемы, переключаешься. И не то чтобы забываешь о своих, но становится не так больно. Есть еще какая-то жизнь, кроме твоего личного горя. Когда муж был жив, часто дразнил Лару. Мол, ты не жена олигарха, чтобы работать на таком месте. Она ему объясняла, что получает хоть и мало, но не меньше, чем если бы работала как раньше, продавцом. Но пользы от Лары в фонде было несоизмеримо больше, чем если бы она применила свои таланты в другом месте. Она была практичной, в то же время идеалисткой. А это редкое сочетание. А уж чтобы найти еще и честного, трудолюбивого человека на такое место, и вовсе было редкостью. Олег Викторович, руководитель, постоянно ее хвалил. Вот, учитесь у Ларисы. Она не подходит к делу формально. Всегда лично все узнает о проблемах и нуждах. Важно ведь не только собрать деньги и вещи. Их еще нужно грамотно распределить. Да так, чтобы не обидеть людей. Да что вы, Олег Викторович, не надо меня перехваливать. Смущалась Лариса. Но ей было приятно. Пожилой мужчина, как и она, относился к их делу со всей душой. И в какой-то степени был ей вместо отца и наставника. Поддерживал, направлял. Вот и два дня назад, как бы невзначай сказал. Слушай, Лариса, вот хороший парень этот лекарь, как его называют другие бродяги, но не идет на контакт. Ума не приложу, чем ему помочь. Под его началом ведь целая группа людей. У тебя есть какие-нибудь идеи? Лара прекрасно поняла, о чем речь. Олег Викторович вовсе не просил у нее совета. Просто предлагал найти общий язык с этим Александром. Как на самом деле звали лекаря. У его прозвища была предыстория. Когда-то этот еще относительно молодой мужчина был врачом. Поговаривали, что его подставили. Отсидел за проваленную главврачом операцию. С тех пор он был обижен на весь свет. А тут еще добавилось личных проблем. Вышел из тюрьмы. Жена уже продала их квартиру и переехала. Впрочем, Александр сам подписал на нее доверенность. Но, конечно, не ожидал, что все так выйдет. Жена говорила ему, что хочет продать квартиру и купить поменьше. Потому что сходит с ума от тоски. Работать не может. Вот и денег нет. Но оказалось, что супруга, если почему и тосковала, так это по деньгам. А так, получив их, была такова. Все это рассказал Олег Викторович. Узнал это у ребят, которые бродяжничали под началом лекаря. Он их лечил и помогал выживать. Но даже не знаю, как поступить. Вы же пытались устроить его на работу, а он ни в какую, испугалась Лариса. Не готова была она взять на себя такую ответственность. Ну да, ему же еще долги впоели в пользу того, покалеченного не по его вине человека. Так что, если бы он даже и устроился сейчас на работу с белой зарплатой, жить все равно было бы не на что. Карта-то заблокировали, долг огроменный и каждый год растет. Так что его зарплата была бы как наперсток воды в море. Вот и впал в депрессию. Ничего не хочет. Так, берет иногда подработки за наличку, да ребят своих лечит, сказал Олег Викторович. Ну, я могу попробовать прощупать почву и вам все расскажу тогда. Лариса и правда не понимала, чем может помочь этому лекарю. А вот начала разбирать вещи мужа и пришла идея, что можно отдать их этим ребятам. Так она бы убила двух зайцев и вещи бы пристроила в хорошие руки, а еще выполнила бы поручение своего начальника. Лекарь нашелся на облюбованной им городской свалке. Синеглазый, подбородок волевой, ростом вышел под два метра. Александр мог бы быть даже красавцем, если бы пришел в себя и начал жить нормальной жизнью. Наверное, когда работал хирургом, медсестры и санитарки прохода ему не давали. Надо же, как жизнь сложилась. С горечью подумала Лара, но взяла себя в руки. Нельзя было показывать жалость. Лекарь был самолюбивым бомжом, как бы странно это ни звучало. На самом деле, в их фонде так было часто. Даже если раньше у человека в его нормальной жизни вовсе не было амбиции, скатившись на дно, он становился упрямым, обидчивым, нетерпеливым и даже заносчивым. Безденежье и беспроглядная нищета и опасность сильно портила характер людей. По мнению Ларисы, куда сильнее, чем богатство. Хотя, по правде говоря, молодая женщина знала не так много богачей. Разве что вот Игоря, хозяина того самого злосчастного дома, при ремонте которого погиб ее муж. Он ей даже похороны оплатил. Хоть и скромный, но вполне приличный. Проявил сочувствие, хотя и ничем не был обязан. А вот собственник фирмы, в которой работал муж, не дал ни рубля. Сказал, мол, ваш Андрей у меня получал деньги в конверте, а официально не был оформлен, так что ничего не докажете. Да-да, вот так вот все богачи были разными. Они еще и были похожи. Одинаковая речь и беспросветность в глазах, которые они безуспешно пытались скрыть под маской напускного равнодушия или даже некоего лихачества. Мол, ну и что жизнь? Я тебя не боюсь. Хуже-то уже не будет. Ух ты, здорово. И вроде даже не Новый год. Обрадовался Александр и начал распределять вещи между другими бродяками. За обувь отдельное спасибо. О, хорошо, что у вашего мужа большой размер ноги был. На последнем слове лекарь споткнулся и покраснел. От природы он был человеком деликатным, не хотел лишний раз говорить вдове про уход ее мужа. Как и другие бродяги, он остро чувствовал, что ни одному человеку не стоит напоминать даже о малой травме, а уж тем более о такой серьезной. Человек-то не резиновый. Терпит, терпит, а кто знает, какие пределы. У каждого в любой момент может наступить состояние последней капли. Саша это знал по себе. Потому тут же решил исправиться. Напустил на себя дело на бодрый вид и еще раз похвалил ботинки. Больше, как говорится, не меньше. Всегда можно пододеть портянки или носки, если повезет. И подошва-то не приклеенная, цельная. Им с носу не будет. А если что, заплатки поставим. Вещь одним словом. Доносите на здоровье. Ларисе было приятно, что обычно суровый и угрюмый лекарь расплылся в улыбке. И ведь какой деликатный. Не стал подробно расспрашивать о покойном и причинять ей лишнюю боль. Лена уже собиралась уходить. С радостью оглянулась в последний раз, убедившись, что лекарь с восхищенным видом разглядывает термос. Такой большой, а рад, как ребенок. Эту единственную вещь он решил оставить себе. Все остальное раздал. Лариса помахала ему рукой и пошла на автобус. Но, пройдя минут десять, услышала позади себя взволнованное дыхание. Она даже испугалась. Мало ли какие субъекты обитают еще на свалке. Да, надо было согласиться на то, чтобы ее кто-нибудь проводил. Хоть и день, но всякое может быть. Лара испуганно оглянулась. С огромным трудом повернула голову. Ноги будто уросли в каменистую дорожку, а сердце стало стучать медленнее. Будто тоже хотело помочь спрятаться. Голову она интуитивно втянула в плечи. «Ой, я вас напугал. Вы уж извините. Надо было крикнуть, что это я. Вот болван, не подумал». Еще до того, как она увидела Александра, Лариса его услышала и выдохнула с облегчением. «Да, обманывать не буду, правда испугалась», — призналась она. Ее щеки стали пунцовыми из-за резко нахлынувшего облегчения по поводу того, что опасность миновала. «Я вот что, нашел тут кое-что в термосе». Лекарь протянул ей пятитысячную бумажку, на которой карандашом был записан номер телефона. «Как-то странно, что Андрей хранил деньги в термосе. И зачем ему прятать от меня заначку? Да и чей-то номер». Лара застыла на месте и не знала, что сказать. Продяга ждал, смотрел в ожидающий, но она так ничего и не сказала. Тогда лекарь протянул ей деньги. «Нам чужого-то не надо. Вижу, вы не знали про них. Возьмите, мы же нормальные люди. Видно же, живете сами небогато». Лариса спохватилась, поняла, что что-то надо сказать. Через силу улыбнулась и еле слышно произнесла. «Да, это я сама и положила, забыла просто. Давайте так сделаем. Раз уж вы нашли эти деньги, пусть у вас остается. А вот номер телефона мне нужен. Один мой знакомый как раз потерял его контакты». «Что ж, спасибо. Вы точно не передумаете». Лекарь потоптался в нерешительности. «Но я все равно вас провожу тогда до маршрутки, чтобы больше никто не напугал. Вы не против?» Лариса качнула головой. Так они и шли вдвоем, молча. Наверное, со стороны выглядели странной парой. Верзила с отросшими длинными и черными, как смоль, волосами в обносках и аккуратненькая женщина среднего роста в пушистом розовом берете и старомодном клетчатом пальто. Он словно гулливер вышагивал огромными шагами, а потом оглядывался и ждал, пока Лара его догонит. Она семенила мелкими шажками и жалела, что не может расплакаться прямо сейчас из-за обнаруженной заначки покойного мужа. «Нельзя же просто проигнорировать эти цифры. Их надо будет набрать. И узнать что-то, возможно, неприятное или даже страшное. Например, то, что у мужа есть любовница». От этих мыслей личико Лары куксилось. Но когда Саша спросил, все ли с ней в порядке, она сказала, что просто не любит осенний дождь, а про себя подумала. «А еще, очень не люблю тайные неожиданности, особенно если на свете уже нет человека, у которых их можно выяснить». Когда она села в маршрутку, то заревела. Пожилая женщина, видевшая, кто ее провожал, поняла это по-своему. «Милая, мужики иногда опускаются. Ты не можешь за него отвечать. Он сделал свой выбор». «Да это не мой муж», — сказала Лара. И расплакалась еще громче от того, что вспомнила про Андрея. И то, что больше его не вернуть никогда. «А, еще и жениться не стал. И по делам ему тогда. Бумеранг прилетел», — сказала полная соседка и торжественно-злорадно замолчала. Будто убедилась в том, что есть на свете справедливость. Лара заметила, как та была довольна, но не стала переубеждать. Главное, что теперь было всем понятно, почему она плачет. Так что можно было не сдерживаться. До работы было всего минут пятнадцать. Но по каким-то загадочным причинам на этот раз маршрутка собрала все возможные пробки и остановилась на всех самых долгих светофорах, которые торжественно встречали только красным, без всякого исключения. Так что светофоры были похожи на злорадных драконов, сговорившихся продлить воспоминания, которые нахлынули под мигание их красных глаз. Лариса должна была стать счастливой, обязательно. По крайней мере, так считала ее мама. Про своего отца Лара ничего не знала. Только однажды, когда ей было десять, на день рождения пришел какой-то усатый, нескладный мужчина, высокий, с карими глазами. «Я твой папа». Он подарил Ларисе куклу. Некрасивую, с глупым выражением лица. В тот же день Лара отдала ее девочке из многодетной семьи, своей подружке. Маше кукла понравилась. Тем более, ей никогда не дарили игрушек, потому что денег у родителей хватало только на еду и кое-какую одежду для шестерых детей. Они даже о чем-то говорили. Но Лариса ничего не запомнила, кроме «так получилось, прости» и «мама все объяснит». «Мам, а зачем он приходил, этот Евгений?» – спросила девочка через несколько дней. «Я и сама не знаю». «Понимаешь, была надежда, что у него проснется совесть». Мама рассказала длинную запутанную историю. Из нее следовало, что этот самый долговязый дядька с усами бросил ее перед самой свадьбой на глазах у всех гостей. Просто испугался и подумал, что еще не готов к такой ответственности. Мама говорила скупыми словами, почти без эмоций. Но огромные горошины слез упрямо придавали ее рассказу горький и болезненный оттенок. Хотя она и повторяла через каждые пять минут, что все это уже не важно, и она давно простила. «Мам, а совесть не проснулась?» – спросила Лара. «Нет, а я так хотела купить тебе новую шубку на зиму, сапожки еще. Просила же сделать подарок деньгами, унижалась. Вот дурища». Мать разрыдалась. Ее плечи тряслись, колени дрожали. Она то тонко завывала, как лесная птица, то хрипела, как раненый в джунглях ягуар, которого случайный охотник одним мятким ударом в сердце неожиданно прикончил. «Мам, ну что ты плачешь из-за ерунды? Надставим старую шубку делов-то и с сапожками что-нибудь придумаем». Тетя Лена говорила, что у ее дочери нога вымахала буквально за месяц. Наверное, продаст со скидкой. Лариса говорила про соседку, живущую этажом выше. Ее дочь Ира была на год старше. И тетя Лена часто продавала им ненужные больше вещи, что называется по дешевке. У Иры была куча родственников, которые обожали ей все дарить. Так что недостатка в вещах не было. «Прости, ты права. Не буду больше про него вспоминать. Никогда. Даже хорошо, что у тебя прочерк в свидетельстве о рождении. Ты только моя дочь», – сказала мама. Ирония судьбы была в том, что маму Ларисы звали Евгенией. Так что и по маме, и по папе она была Ларисой Евгеньевной. Но ей нравилось думать, что это не отчество, а матьчество, как выразилась тогда мама. Вот и все. Больше отец никогда не появлялся в их жизни. И мама о нем больше не рассказывала. А Лара и не спрашивала. Когда ей исполнилось 16, влюбилась в студента-первокурсника заочного отделения. Андрей тогда собирался получить высшее образование. Это потом уже бросил и решил, что будет зарабатывать больше, если просто устроится в ремонтную бригаду. Впрочем, у него не было никаких родственников, выросто в детдоме. Так что неудивительно, что он выбрал быстрые и надежные деньги, а не туманные перспективы карьеры. Она была порядочной девушкой. Ничего такого себе не позволяла, кроме довольно невинных поцелуев. Она помнила, что мужчина может сбежать даже перед свадьбой. Потому сразу сказала Андрею, что все будет только после. «Лар, ты какая-то древняя, несовременная. А вдруг мне что-то не понравится? Или тебе?» Сказал ей Андрей напрямую. «Ну, если сомневаешься, не женись. Я буду ждать своего человека». Ларисе было очень страшно тогда его потерять. Она же была влюблена до потери пульса. Так что казалось, если он скажет «ну и до свидания», она просто задохнется, умрет на месте. И чтобы Андрей не заметил ее пунцовых щек и выступивших слезинок, она даже развернулась и сделала вид, что уходит. Но парень догнал ее. «Да ладно, я пошутил. Мне даже нравится, что ты такая целомудренная. Будешь хранить мне верность всю жизнь». «И ты мне тоже», — наивно сказала Лариса. А он как-то неприятно засмеялся. И ей стало от этого смеха не по себе. Лариса даже спросила, что, мол, такого смешного она сказала. Но Андрей не объяснил. Маме он не очень-то понравился. «Дочь, я в твою жизнь лезть не собираюсь, но... Какой-то скользкий Андрюша, высокомерный, что ли. Не знаю, как объяснить. Похож на ящерицу, которая в любой момент отбросит хвост и убежит». «Ой, мам, у тебя просто свой опыт. А Андрей очень хороший, благородный. И даже согласился ждать до свадьбы», — покраснев, сказала Лариса. «Ну, дочь, штамп в паспорте — это не клеймо. И еще ничего не гарантирует. Понимаешь, мы уже живем в такое время, когда все зависит от порядочности мужа и жены. Больше ни от чего. И изменяют в браке, и уходят, да все что угодно. Прежде всего, нужно выбирать порядочного человека», — вздохнула мама. «Но Андрей такой есть». Тогда Лара долго не понимала, что же мама хотела сказать. И только в процессе семейной жизни выяснилось, что муж, и правда, не очень-то серьезно относится к вопросам верности. Лариса точно знала, что иногда он от нее погуливал. Но поскольку ни разу не ловила мужа с другой, не находила переписок, то предпочитала об этом не думать. Маме тоже не жаловалась, чтобы не расстраивать. Больше всего беспокоило то, что у них с Андреем не было детей. Вроде обследовались, но никакого бесплодия не обнарушили. Ни у нее, ни у него. «Ничего, дочка, не торопись, ты еще молодая». Мама не требовала срочно внуков, как многие другие. Просто хотела, чтобы дочь была счастлива. И Лариса тоже очень хотела, чтобы мама нашла свое счастье. «Мамуль, ты у меня тоже молодая и тоже можешь замуж выйти. В наше время ты вполне себе невеста, а красавица какая». Мама только улыбалась и шутила, что если уж Бог ее миловал и избавил от замужества, значит, не судьба ей быть в браке. Не стоит она начинать. Уж слишком очевиден этот знак. И только когда Ларисе исполнилось 25, мама рассказала, почему тогда в ее 10 все же обратилась к отцу. Оказалось, долгие годы она боролась с онкологией. И умудрялась делать это так, что Лара ничего не замечала. Говорила, мол, она худеет, и еще ей нравится носить парики, потому что ищет новый стиль. А когда Лариса была маленькая, иногда просила побыть с ней соседку, тетю Лену. Только сейчас все детали пазла сошлись воедино. Мама чуть не умерла тогда. Согласилась на операцию, хотя шансов было очень мало. И вышла. Может, и благодаря тому, что отец Лары был таким непутевым и не дал никакой надежды, что чем-то поможет. На похороны мамы он все же пришел. Хотя Лариса ему ничего не говорила. Сказал какие-то общие слова, что любит дочь, несмотря ни на что, но вот так сложилась судьба. Телефона не оставил, ничем не помог. Был, как всегда, в своем репертуаре. Впрочем, ничего иного Лариса и не ожидала. Через год Андрей сказал. Я тут вот что подумал. У тебя же есть кое-какие сбережения. Еще мы ютимся в однушке, которую дали мне от государства. Давай продадим твою однокомнатную, мою, добавим и сбережения, и купим хорошую трешку. Я очень надеюсь, что у нас все-таки будут малыши. Предложил он. Ну, я пока не готова к такому. Ты уверен, что мы проживем вместе всю жизнь и не будем потом разъезжаться? В тот период Лариса хоть и тосковала, но не могла не замечать оживленных разговоров мужа в ванной. И он всегда включал воду, чтобы жена ничего не слышала. Лариса спрашивала его, почему нужно говорить именно там. Но Андриш тут-то в ответ лепетал невразумительно и краснел. А еще обвинил ее в том, что она эгоистка. Полностью погрузилась в переживание о смерти матери, а о нем и думать забыла. Ему уже тяжело целыми днями смотреть на ее печальную тусклую рожицу. Лариса даже предположила, что муж ее разлюбил. Собирается с ней разводиться. И тут такое предложение – объединить их квартиры. Понятно, что она сомневалась, хороша ли эта идея. «Лар, вот зря ты мне не веришь. Если я и болтал иногда с друзьями, чтобы отвлечься, это же не значит, что ты мне не нужна. Я никогда тебя не изменял. Верь мне, и я хочу, чтобы у меня были дети только от тебя», – сказал он. Лариса через некоторое время согласилась. Потому что после того разговора муж и правда изменился. К лучшему. Стал более внимательным. Перестал закрываться в ванной на разговоры. Стал смеяться. Все время приходил домой. Она подумала, что и правда терять-то нечего. У него и у нее были одинаковые однушки. Да, у Ларисы чуть лучше, но зато муж добавлял сбережения. Тут никто не мог сказать, что речь шла о неравноценной сделке. Так что она решила согласиться. Главной причиной стало желание сделать шаг навстречу мужу. Начать все с чистого листа. Ей казалось, если появится комната для малыша, он и правда придет. Лара даже заранее оформила одну из комнат как детскую. Но желанная беременность так и не наступала. А с мужем отношения вскоре скатились в прежнюю колею. Он мог неделями пропадать на своей рыбалке. Возобновились разговоры в ванной, а теперь иногда даже по ночам. И еще он часто задерживался. И все-таки в жизни с Андреем было и хорошее. Муж уделял ей много внимания. Не запрещал работать в фонде для бездомных, хотя и иронизировал над ее работой и зарплатой. И еще никогда не забывал про день рождения и день свадьбы. Дарил подарки. Был внимателен. Не забывал о комплиментах. Не сказать, что Андрей был настоящим принцем, но все же был вполне неплохим мужем. Они проводили много времени вместе. Он всегда готов был ее выслушать, а главное, почти не попрекал тем, что она не могла родить. Даже сказал. «Ларис, да не надо так переживать. Семья — это не только дети. Главное, что мы с тобой нашли друг друга. Родишь — хорошо. Не родишь — тоже переживем. К тому же, всегда можно усыновить или удочерить ребенка». Так что, когда Лара иногда обижалась на него, всегда вспоминала, что такого вот понимающего днем с огнем не найти. Вообще, Андрей иногда даже помогал с уборкой. Не часто, но такое бывало. А на празднике — готовить. И самое главное — он был ее первой любовью и первым мужчиной. Так что, она уже за это была готова простить многое. Поэтому, если иногда казалось, что он ей изменяет или холоден, Лара всегда напоминала себе, что, скорее всего, она просто бесится с жиру и хочет идеального мужа. Но ведь ей так очень повезло. «Эй, дамочка, по второму кругу поедете? Так за экскурсии по городу надо платить повторно». Лара очнулась от шутки водителя. Тот даже уже вышел в салон и вынужден был подергать ее за плечо. Видимо, дозваться не смог. Неужели она заснула? Или настолько глубоко погрузилась в себя? «Извините, что-то замечталось. День был сложный. Нет, я на второй круг не поеду». С этими словами Лариса вышла из маршрутки и отправилась на работу. «Не забудьте только телефончик, а то свидание пропустите». Водитель протянул ей цветную бумажку, на которую Лара переписала загадочный телефон с пятитысячной купюрой. «Ой, спасибо». Лариса чуть было не обронила злосчастное напоминание из прошлого. И, возможно, так было бы даже лучше. Не пришлось бы звонить и узнавать что-то об Андрее. Стикер был красного цвета. «Похож на красный сигнал светофора и будто кричал «Не лезь в прошлое!» «Оставь его в покое!» «Выпустишь из кувшины неизвестно какого джина и как потом запихнуть его обратно». Лара думала об этом всю неделю. Но когда прошли очередные выходные и наступило новое, подумала. «Лучше уж все узнать, чем вот так мучиться». За эту неделю она прилично похудела. И совсем сошла, что называется, с лица. Фото Андрея вдруг начало казаться каким-то даже будто бы и неприятным. Покойный смотрел из черной рамки самоуверенно и цинично. Так что, пока крыша окончательно не поехала, Лариса решила все выяснить. Она набрала номер. Почти сразу трубку взял мужчина. «Детский дом, здравствуйте, что хотели?» «Ух, понимаете, мой муж оставил этот номер телефона. Лара пока не знала, что еще сказать. Она вообще не понимала, зачем ее муж записал номер Детома на купюре. Что ему там было нужно?» «Как его фамилия?» Спросили на том конце провода так строго, будто Лариса пыталась чем-то их обмануть. Она назвала фамилию, имя, отчество. И тут только спохватилась, что надо сообщить, что Андрея уже нет в живых, но не успела. Воспитатель, который ей ответил, уже успел полистать журнал посещений. «А, да, Андрей лично вещал Костю. Мальчик очень хороший, но с отклонениями, с задержкой в развитии. Его мать умерла при родах. Говорят, ее предупреждали, что если родит, не выживет. Либо она, либо ребенок, либо оба. Интересно, а почему он не спрашивает меня, кто я? Ну что же делать, а? Наверняка это внебрачный ребенок мужа. Хотя, есть какой-то шанс, что он просто хотел кого-то усыновить и присматривал. Просто мне не успел сказать. Сама виновата, что не родила». Такие мысли пронеслись в голове, пока воспитатель рассказывал про семилетнего мальчика. «Так вы будете его усыновлять?» Спросил друг Денис Александрович. Ларе показалось, что ей отвесили отрезвляющую пощечину или выплеснули в лицо холодной воды. Так вот, почему он ничего особенно не спрашивал. Решил, что это она, та женщина, которая несколько раз приходила к Косте с мужем. Неужели у Андрея было две любовницы? Одна умерла при родах, вторая приходила с ним в детский дом. Причем прямо в этом году, незадолго до смерти. Ларе стало очень горько. Она даже расстегнула пуговицы на блузке и широко открыла окно, потому что просто нечем было дышать от шокирующих новостей. Она уговаривала себя. Надо успокоиться. Да мало ли с кем приходил Андрей. Пока еще и неизвестно, его ли сын это. Но мой муж умер, так что пока я не думала об усыновлении, наконец выдавила из себя Лариса. Я все понимаю. Костя непростой ребенок. В него надо будет вложить много сил, так что незачем придумывать отговорки. Воспитатель разговаривал с ней уже сердито. «Но я ничего не придумываю», – растерялась Лариса. «Да? А кто приходил ко мне вчера и оставил, как всегда, солидную сумму ребенку на угощение?» – спросил Денис Александрович и уже хотел отключиться. «Подождите, я правда ничего не понимаю. Говорю же, Андрей умер полгода назад. Вы точно видели именно его? Не ошибаетесь?» – спросила Лара. Видимо, ее голос прозвучал с таким надрывом, что даже суровый и подозревающий ее во лжи воспитатель смягчился. Сделав небольшую паузу, он сказал. «Я бы хотел озвучить что-то другое, но…» «Я, правда, видел именно вашего мужа. Не знаю, что у вас там за отношения, но…» «То есть это не вы тогда с ним приходили?» «Я ни разу не была в вашем детском доме». «Ну что ж, не знаю, что и сказать. Если что, звоните», – попрощался воспитатель. Лариса, закончив разговор, схватила фото мужа с полки и со всей силы швырнула стену. «Так ты жив? Вот значит как? Живешь там где-то без меня, как ни в чем не бывало? Собираешься усыновить этого Костю, а на жену плевать?» Рамка из крепкого пластика даже не треснула. Лара подобрала фотографию, протерла от пыли и поставила на место. Подумала, а вдруг воспитатель ошибся? Ну, всякое в жизни бывает. Должно быть какое-то разумное объяснение. Что делать? Не караулить же в засаде в детдоме. Ей никто не позволит так поступить. Да и записи с камер не покажут. Этот воспитатель ясно дал это понять. «Надо позвонить Игорю Петровичу. Там у владельцу дома, где погиб Андрей. Может, он поможет. Заметят какие-то детали, на которые я не обращала внимания». Лариса вспомнила, что и опознания-то толком не было. Просто нашли зажигалку и не до конца обгоревшие ботинки мужа. Даже генетической экспертизы нельзя было сделать. Андрей же родился в детском доме. И было неизвестно, есть ли у него родственники живые. Если да, то где их искать? Лариса не очень хотела раскручивать этот клубок, но уже не могла остановиться. Мысль, что муж мог быть жив, не давала покоя. Так что она нехотя набрала телефон бизнесмена. «Давайте встретимся. Я понимаю, трудно смириться со смертью близкого». Игорь Петрович подумал, что Лара просто хочет еще раз поговорить о гибели мужа и увидеть то самое место, где нашли его тело. На следующий день она взяла отгул на работе. Отправилась в роковой дом, чтобы узнать хоть какие-то подробности. «Игорь Петрович, не хочу ходить вокруг да около. Вы должны знать, что меня к вам привело». Лара честно выложила подробности своего разговора с воспитателем. Бизнесмен вовсе не щел ее ненормальной, как она опасалась. Уже начавшая сидеть блондин средних лет невысокого роста посмотрел на нее проницательными глазами. «Знаете, в моем доме был тайник. Я прятал там крупную сумму денег и драгоценностей. Не подумайте, ничего незаконного. Просто удалось не платить кое-какие налоги». У Лары отчаянно забило сердце. «Только этого еще не хватало». Неужели ее муж нарочно имитировал собственную смерть и украл эти богатства, а теперь живет с любовницей припеваючи, а ниже и думать забыл. Она случайно подумала это вслух. Спохватилась, но поздно. Игорь Петрович уже все услышал и ответил. «Знаете, неизвестно, был ли взрыв случайным. Нашли кое-какие драгоценности, которые расплавились, а денег не обнаружили. Но оно и понятно, они же бумажные, просто сгорели, так что не знаю, был ли причастен к этому Андрей. Думаю, он вполне мог найти тайник во время ремонта. «Но если мой муж жив, кто тогда погиб?» Скорее выкрикнуло, чем сказала Лара. «Не знаю. Его напарники в тот день отсутствовали. Он один работал. Пожал плечами хозяин. Они договорились, что будут на связи. Если кому-то что-то еще придет в голову, один позвони другому». Домой Лариса возвращалась в состояние истерики. Прошлое не просто тихо выпалтло из норы, как ядовитая змея. Она бросилась в стаи бешеных собак. Неужели Андрей не только изменник и предал ее как женщину, но еще и вор и подлец? Она еле уснула в ту ночь. Все ворочалось сбоку на бок. Потом встала, перевернула фото мужа лицом вниз. Но все равно снились кошмары. Андрей во сне злорадно усмехался и толкал ее в пропасть. Она падала, слыша его издевательский хохот. Проснулась Лариса от телефонного звонка. «Да? Кто это?» Спросония даже не сразу поняла, что звонит тот самый воспитатель. «Извините, что беспокою, но у Кости этой ночью случился нервный срыв. А его отец не появляется. Мальчику срочно нужна помощь. Я понимаю, у вас какие-то сложные отношения с мужем, и вы даже сказали, что он для вас умер, но я волнуюсь за ребенка». Заволнованно выпалил Денис Александрович. «Послушайте, если Андрей появится, позвоните мне, я поговорю с ним. Попробую убедить помочь Косте». Лара решила не повторять еще раз, что она вовсе не придумала смерть. И речь шла не о том, что для нее Андрей якобы умер гипотетически. Она же была на его похоронах. Лариса накапала успокоительное. Стала готовиться к тому, чтобы выйти на работу. Еще один отгул взять явно не получится. Уже в маршрутке снова зазвонил телефон. Лара нехотя взяла трубку. В последнее время звонки как-то пугали. Что еще ее ждет? Вот говорят же, не буди лихо, пока оно тихо. Зачем вообще звонила по тому номеру? «А, Лариса, это Игорь Петрович, которого обуворовал твой муж». Хозяин дома резко стал фамильярным. Интонация была угрожающей и пренебрежительной. Что он еще придумал? Сердце ухнуло в пятки. «Разве мы уже перешли на «ты»?» – спросила Лара. Она не поняла, с чего этот человек посмел так неуважительно с ней разговаривать. Это раздражало. «Могу и на «вы» называть тебя, воровка. В общем, я все понял. Вы меня с Андреем обдурили. А ты приезжал и выяснил, догадался ли я о чем-то. Будешь расплачиваться за мужа. И я вытряхну тебя из квартиры. Ой, то есть у вас. Ну, короче, ты поняла», – прокричал в трубку бизнесмен. «Я ничего не брала. Даже не знаю, жив ли Андрей», – бормотала Лареса. Лицо ее покрылось красными пятнами. Она даже попросила остановить маршрутку и вышла. Иначе бы задохнулась. То ли от возмущения, то ли от страха. «Знаешь, если вдруг это все правда, найди Андрея. Вернешь деньги – получишь квартиру назад», – сказал Иван Петрович. «Но это незаконно», – пропищал Лара. А в тот же вечер приехали амбалы и просто вышвырнули ее на улицу. Не хотели отдавать ей паспорт и те небольшие сбережения, которые были, пока она не подписала, что отдает жилье добровольно. Особенно запомнился кривозубый лысый брюнет с наколками, показавший ей шприц и прошептавший на ухо. «Если не хочешь по-хорошему, один укольчик – и у тебя сердечный приступ. А подпись твою все равно подделаем. Родственников у тебя нет, мы проверили. Это хорошо для них». Эта ситуация ее очень напугала. Ее и так подкосила вся эта информация про покойного мужа. А тут такое. Она просто как во сне подписала документы. «Олег Викторович, можно я пока буду жить на работе? У меня сложная ситуация». Лара не осмелилась рассказать, что ее преследуют. Начальник бы все равно ничем не помог. А ей сказали, что будут прослушивать. И если она кому-то что-то скажет, будет только хуже. Тот тамбал даже намекнул, что некоторые проблемы, которые они создали, она еще даже не осознает. «Ларис, ты знаешь, как я хорошо к тебе отношусь?» Начальник закашлялся и поправился. Точнее, относился. «Не знаю, зачем ты взяла деньги, но...» «Я не буду подавать на тебя заявление в полицию. Мне будет сложно решить этот вопрос. Сумма довольно крупная. Но из уважения к тебе, я попытаюсь сделать так, чтобы твое имя не всплыло. «Замаскируй все по случайности, и все же ты должна уволиться». Олег Викторович сказал еще много всего неприятного. Он заподозрил Ларису в том, что она и дальше собиралась красть деньги. Поэтому и решила найти предлог, переселившись в офис. «Но, Олег Викторович, вы же давно меня знаете. Я ничего не брала!» Она расплакалась. И тут вспомнила, что амбалы забрали у нее в том числе ключ от сейфа на работе. Он был на общей связке. Так вот, значит, что они придумали. Подставили по всем фронтам. Конечно, поэтому начальник и был так уверен, что деньги взяла она. Сам он ничего не брал. А бухгалтер была в командировке в другом городе. Оставался только один вариант. Если бы Лара попыталась объяснить все как есть, это просвучало бы слишком фантастично. Не зря же говорят, ни одна ложь не выглядит так странно и нелогично, как правда. Сейчас Лариса прочувствует это на себе. Ларис, слушай, я не оставлю тебе в трудовой плохую запись, не напишу заявление, понимаю, ты многое пережила, но все равно, стоило рассказать мне все напрямую, а не красть за спиной. Но теперь, как я понял, ты ни за что не готова вернуть деньги. Так что приходится только уволить тебя. Руки начальника тряслись. Олег Викторович, да, я не могу ничего вернуть, но я ни в чем не виновата. Она написала заявление об увольнении. И просто молча ушла, глядя на покрасневшие глаза шефа и то, как его трясет. Босс был хорошим человеком, но был уверен, что она виновата. Я осталась без жилья, без работы и еще, видимо, не совсем вдова, а просто брошенка. Что делать? Лариса с тоской посмотрела на набережную. Ее как раз ремонтировали, и было такое удобное место с быстрым течением и достаточной глубиной. Так и манило. Нет, нельзя вот так сдаться. Мама всегда говорила, что наверху лучше знают, кого и когда забрать. И если человек жив, значит, все еще может измениться к лучшему, подумала Лариса. Вдруг кто-то за спиной сказал, «Может, по чашке чая?» Там улыбался. Удивительно белыми и ровными для бомжа зубами лекарь. Он протягивал ей чашку термоса, из-за которого, собственно, и заварилась вся эта каша. «Давайте», — вздохнул Лара. И почему-то взяла и все рассказала. А он ей, кажется, верил. Молчал и ничему не удивлялся, только задал несколько вопросов. «Ну, а я все думал, зачем нам была утепленная палатка? Знаете, такое странное дело. Один из бродяг вдруг оказался совсем не бомжом. Просто обижался на жену. Теперь вот помирились, причем он сам же перед ней виноват был. Потратил все семейные сбережения на ерунду. Но не в этом суть. Так этот Витька подарил нам палатку вчера. А я еще говорю, мол, тут же всего пара человек максимум поместятся. Для принцессы, что ли? А он мне, не обижай, пока только так могу помочь. Может, заболеет кто. Потом еще помогу, как на работу устроюсь. «Вы что, предлагаете жить на свалке?» – спросил Лариса. «А там не так уж и плохо. Точнее, я вас все-таки не хотел обидеть, но если есть еще какие-то варианты…» – начал оправдываться лекарь. «Нет, других вариантов нету». Лариса вздохнула. Ее единственная подружка, Маша, давно вышла замуж за немца и потом пропала с радаров. Не хотела, чтобы что-то в новой благополучной жизни напоминало о нищем детстве в многодетной семье. «Ну, тогда идем?» «Да не волнуйтесь. Будем кум-королю и сват-министру. Я вас буду защищать. Питание у нас организовано. Помните Лешку? Он в ресторане помогает. Там ему еду дают. И не какие-то там объедки. Нормальная еда. Просто вчерашняя. Вот только с одеждой надо что-то придумать. Но найдем выход. В такой будет неудобно». Александр расписал будущую жизнь в ярких красках. Старался утешить. Но Лариса все равно понимала. Долго она так вряд ли протянет. И потому была рада, что сумела забрать свой планшет. Сможет вести хотя бы блог о своей жизни, о других бродягах. По крайней мере, может им кто-то поможет. Но ей же отзывчивые люди. Все равно не было достаточно доказательств, чтобы обращаться в полицию. Да и муж официально был похоронен. Какие могли быть претензии к покойнику? «Спасибо, Саш, что помнишь добро. Можешь помочь положить деньги на телефон? У меня тут одна идея возникла». И она рассказала про блог. Лекарь ответил, что он-то не против, но вот у ребят надо уточнить. Может, не хотят известности. «Такие правила у нас. Никто не спрашивает у других, как тут жил, если человек сам не рассказывает», — объяснил лекарь. Прошла пара недель. В палатке оказалось и правда не так уж и ужасно. Никто не беспокоил Ларису. Да и ее идею почти все поддержали. Между собой ребята называли ее Ларко-отчаянная. За то, что она не сдалась даже в такой ситуации. Александр раздобыл ей, как он выразился по своим связям, утепленный костюм всего на пару размеров больше. И свитера, носки, даже предметы гигиены и белье. И передал все это, покраснев. Очень скоро Лара узнала, где можно мыться бесплатно. Где раздают бесплатные обеды для бестомных. Оказалось, таких мест больше, чем она знала, когда работала в фонде. Бродяги крутились-вертелись. В команде лекаря действовал принцип взаимовыручки. Если кто-то что-то раздобыл, делился с другими. Блок Ларисы приносил сущие копейки. И тысячи рублей она пока не набрала. Все это были перспективы и безопасность. Ее уже нельзя было просто так незаметно убить, если бы у ее недоброжелателей появилась такая идея. По крайней мере, Ларисе хотелось на это надеяться. Лар, тут твоя помощь нужна. Ваську сбила какая-то парочка. Он их просил помочь, а они просто уехали. Даже на телефон сфотографировал этих негодяев. Случаем не знаешь их? Лекарь показал ей фото широкоплечего брюнета, который ухмылялся прямо в камеру с выражением лица «и что-то мне сделаешь». За его спиной недовольно хмурилась кудрявая, высокая, полная блондинка в красном пальто. Сердце Лары забилось. Она начала задыхаться, попросила воды, а придя в себя, сказала. «Это Андрей». Лекарь нахмурился. «Так, тогда помоги мне ухаживать за Васей. Когда ему станет получше, попробуем расспросить, вдруг еще что запомнил». «Да вряд ли», – вздохнула Лариса. Она уже смирилась со своим злым роком и даже спокойно думала о том, что так и закончит жизнь на свалке. Но фотография ее взбудоражила. Захотелось выжить вопреки всему. Через неделю Вася начал приходить в себя. Выяснилось, что он записал номера сбившей его машины. И у кого-то еще из команды лекаря нашлись связи, по которым удалось пробить адрес владельца. Вернее, владелицы. Потому что машина принадлежала той самой блондинке в красном пальто. «Я схожу и поговорю с ним», – сказал Лара. «Может, лучше я», – предложил лекарь. А когда она решительно отказалась, сказал, что вмешиваться не будет, но если понадобится, надо будет просто сказать слово. И тогда Саша сделает все, что она попросит. «Спасибо. Даже не знаю, почему вы все столько для меня делаете. Я же вам в тягость. Вип-палатку занимаю», – улыбнулась Лариса. «Ты наш талисман. К тому же мы и помним добро. Да и вообще, если бы все сложилось иначе…» Лекарь почему-то покраснел при этих словах. Но Лара и так поняла. Она ему нравится. Вообще-то, как ни странно, за это короткое время она тоже прикипела к Саше. Но свадьба на свалке – тот еще трэш. Так что она никак не выражала свои симпатии. И все же бродяги как-то сами догадались, что Лара отчаянная невеста лекаря. И даже объясняли это новеньким. Шепотом, конечно, но Лара все равно слышала. Да и Саша все знал. Для встречи с мужем Лариса переоделась в свою обычную одежду. Привела себя в порядок, даже накрасилась. Не хотела выглядеть жалкой. Позвонила в домофон. «А что я скажу, если выйдет любовница?» Думала она в смятении. Но тут дверь открылась и показался он. Отрастил бороду. Усы стали еще длиннее. Так и не узнаешь сходу. Но Лара сразу поняла. Это Андрей. «Неплохо выглядишь для покойника», — сказала она. Вообще-то у нее были заготовлены другие фразы. Хотелось спросить, как он посмел и все такое, но в итоге сказала первое, что пришло на ум. «Спасибо. А вот ты как-то поблекла. Скучала без меня?» Андрей даже не собирался оправдываться. Только спросил. «И где я прокололся? Как ты меня нашла? Знает еще кто-то?» «А вот что тебя волнует. Только твоя безопасность. А ты знаешь, я живу на свалке». Она рассказала, как все вышло с квартирой. «Ну, жаль, что так вышло, но...» «Че ты приперлась-то к этому Игорю?» «Вылышал ему все. Сидел бы себе спокойно, и все было бы нормально. А так уж извини, ничем не могу помочь. Я умер, у меня все хорошо на том свете», — рассмеялся муж. Андрей объяснил, что не собирался себя обнаруживать, так что их общая квартира теперь его никак не касалась. «Ну, я же любила тебя. А тут узнала, что у тебя вроде как сын. Ты знаешь, этот Костя в опасности. У него панические приступы. Звонил его воспитатель. Она рассказала, что нашла телефон в термосе при помощи братьев. О, интересно. Слушай, ну да, Костя мой сын, и его мать, да и нынешняя моя, не единственная, с кем я изменял. И не говори, что не догадывалась. Просто тебя все устраивало. Я носил деньги, не докучал сильно. Вот и ты. Просто оставь меня в покое. Ты мне надоела», — сказал Андрей. И посмотрел на нее так, будто Лара была просто случайной знакомой. На раз. Или кем-то в этом роде. «Может, я о чем-то и догадывалась. Но ты вообще-то говорил, что хочешь детей и жить со мной всю жизнь. А я тебе верила», — плакала Лара. И подумала, что проиграла. Андрей смотрел на нее бездушными глазами рептилии. Ее мама сравнивала его с ящерицей напрасно. Он аллигатор. Проглотил и не заметил. «Слушай, Лар, завтра я перееду, чтобы ты мне не докучала. А ты просто смирись с горькой судьбинушкой. Может, я и хотел когда-то прожить с тобой всю жизнь. Но это был вариант на самый худой конец. Уж прости. А когда я нашел тот тайник, понял. Есть версии жизни намного лучше. Теперь мне не надо смотреть на твою тоскливую рожу и оправдываться, изображать примерного мужа. Я могу жить, как хочу. И это счастье». С этими словами Андрей послал ей издевательский воздушный поцелуй, захлопнув дверь перед самым носом. Из темноты выступила тень лекаря. «Что, Лар, вправить ему мозги?» «Нет, Саш. Кажется, я придумала кое-что получше». Лариса показала на маленький диктофон в виде медальона. Когда-то начальник подарил ей его на корпоратив. Удобная вещь. Если надо записать интервью у бездомного, никогда не забудешь. И батарейки надолго хватает. «Ты хочешь эту запись дать Игорю?» Спросил Александр. «Нет, я ему дам адрес. А то ведь муж собирался завтра переезжать». Лариса тут же позвонила Игорю Петровичу и рассказала все подробности. Как бы, между прочим, заметив. «Надеюсь, вы помните, как при помощи амбалов запугали меня и заставили подписать документы на квартиру. Так что не забудьте ее вернуть». «Ну, если я и правда найду Андрея, восстановлю справедливость. И не надо так обижаться, вы же все еще живы?» Нагло ответил Игорь. «А воровать деньги у меня на работе, это вообще подло», — сказала Лара. «Ну, это всего лишь страховка. Никогда не знаешь, что и от кого ждать. Мир такой коварный», — невозмутимо ответил бизнесмен. «Ну да, особенно если ты бандит». «А не надо хамить, а? Я ведь не всегда такой добрый», — предупредил Игорь. «Не буду. Все уже записано на диктофон», — сказала Лара, когда он отключился. Она не просто так вела разговор по громкой связи. Игорь Петрович приехал всего через двадцать минут. Так что они с лекарем даже имели удовольствие наблюдать, как бандиты скрутили Андрея. Тот визжал, убирался, орал, что все деньги у Лары. Вот она его и подставила. «Не гони, она живет на свалке. Ни одна женщина в трезвой памяти не решилась бы на такое, если бы у нее хоть что-то было», — сказал ему Игорь. «Да вы ее плохо знаете. Ради денег она способна еще и не на такое», — продолжал орать муж. Лекарь же сказал Ларе. «Кажется, он догадался, что встреча с тобой связана и с этой». Лариса же тихонько рассмеялась. «После всего, что случилось, муж это точно заслужил». Прошла неделя, но Игорь Петрович так и не собирался возвращать жилье. Когда Лара потребовала прямого ответа, он сказал. «Оставляю себе за моральный ущерб. А ты просто радуйся, что жива. Откуда я знаю? Вдруг ты что себе прикарманила? А так не обидно». Лекарь услышал этот разговор. «Да что ты с этим бандитом церемонишься? Отнеси запись в полицию, пусть там разбираются. Хватит самой мучиться». На этот раз Лара согласилась. Когда полицейские приехали за Игорем Петровичем, обнаружили в подвале его дома, связанного Андрея. Он был избитый на грани истощения. Его почти не кормили, да и пить давали редко. Так что совет Александра спас жизнь бывшего мужа. А полиция выяснила, что деньги, которые он украл, Игорь Петрович даже не отмыл, как говорил Ларе, а заработал их благодаря контрабанде. Так что в итоге и Андрей, и Игорь, и Амбалы, которые помогали творить ему делишки, оказались под следствием. Игорь Петрович невольно поспособствовал известности блога Ларисы. Он заказал статью у журналистов, чтобы выставить ее мошенницей, и упомянул. «Да эта хитрая лиса просто хочет побольше известности. Даже на свалке ради этого живет». Но на эту новость среагировали не так, как он рассчитывал. У Лары сразу появилось огромное количество подписчиков. Журналисты помогли ей в короткие сроки вернуть жилье. А еще она стала участницей многих популярных телешоу. И на одном из них Олег Викторович даже извинился перед ней, чуть ли не встав на колени. «Прости, вот я старый дурень. Если бы только знал, что ты ни в чем не виновата, и все так плохо. Ну, правильно говорят, не надо никого судить». Лариса его простила, но решила, что больше не будет работать в старом фонде, а откроет свой. И хотя она не ожидала славы или какого-то признания, но донатов и желающих помочь оказалось так много, что теперь появилась реальная возможность. И первое, чем занялась Лариса, это помогла бродягам из команды лекаря, которые уже стали родными, вернуться к нормальной жизни. Кому-то она помогла найти работу, другие помирились с родными. Третьи переехали в нормальную ночлежку, которую она сняла и помогали другим. А Александру же Лара помогла восстановить лицензию. Журналисты, с которыми удалось познакомиться, провели свое расследование, подключили детективов. И совпало так, что именно в тот момент главный врач подставивший Сашу, собирался провернуть подобное еще с одним неугодным врачом. Так что расследование спасло не только Александра, но и еще одного невиновного хирурга. Теперь лекарь стал самим собой. Вернулся к лечению людей. А Лара первым делом лично познакомилась с воспитателем детского дома. И через какое-то время усыновила Костю. «Вы не волнуйтесь, он очень умный, просто небольшая задержка развития. Но при хорошем отношении скоро вообще ничего не будет заметно», — сказал Денис Александрович. «Сам он оказался хорошим человеком. С женой усыновил и удочерил пятерых. Причем выбирали именно так называемых проблемных детей. А еще у них было двое своих». Воспитатель не обманул. Костя довольно скоро стал догонять сверстников. Был таким же, как все обычные мальчишки его возраста. «Мам, а почему ты не выходишь замуж за дядю Сашу? Это я ему не нравлюсь». Сообразительный ребенок давно понял, что высокий хирург не просто так частенько заходит в гости. «Костик, да не говори ерунду. Кому ты можешь не понравиться? Давай-ка лучше подготовь учебники, к нам сегодня придет новый репетитор». Лариса не хотела говорить с сыном о личной жизни. «Ну как тут объяснишь, что непросто второй раз решиться выйти замуж. Даже человек ей очень симпатичен». Да и Александр не делал ей предложения, хотя и показывал, что она ему нравится. «Ну ладно». Костя побежал открывать дверь. Зашла кудрявая блондинка. Лицо ее показалось знакомым. И Лара даже спросила, мол, не встречались ли они раньше. Но женщина энергично замотала головой. «Мам, она мне не нравится», — сказал Костя. «Ну, детям не всегда нравится учиться», — ответил Лара уже после занятий. «А я знал, что ты так скажешь. Вот, смотри». И Костя показал ей запись, которую сделал тайком. Блондинка снимала слепок со связки ключей в коридоре. В это время в дверь позвонили снова. «А, дядя Саш, нам с мамой нужна помощь». Костя тут же все выложил. Тот предложил не откладывать дело в долгий ящик и обратиться в полицию. Так что за квартирой Ларисы установили наблюдение. И когда подосланные пакостницы люди пытались вскрыть дверь, и ее, и их поймали. Так Лариса и познакомилась с очередной любовницей мужа. Той самой, кому домой когда-то приходила. И она призналась, что очень долго злилась на Лару. Ведь та не дала ей как следует насладиться украденными Андреем деньгами. «Хорошо, что Костик такой бдительный, а? Растет прям настоящий сыщик». Александр поднял мальчишку на руки. «Дядя Саш, а ты тогда приходил маме сделать предложение?» Вдруг спросил мальчик. «Это ты откуда узнал?» Покраснел Александр. «Но обычно ты не приходишь с таким большим букетом роз. А еще ты все время что-то щупал в кармане. Наверняка это была какая-то коробочка. Чтобы не сомневаться, я проверил, когда ты снимал пиджак. Красивое кольцо. Да и вообще, легко было догадаться. Ты был такой нарядный, в белой рубашке, костюме. Пояснял ребенок. «Ну, раз меня разоблачили, признаюсь, все так и было. Но вы вообще меня ошарашили своими новостями. Поэтому решил все отложить», — смутился Александр. А Лара не знала, что и сказать. Вообще-то, она уже давно ждала предложения. Но не требовать же, чтобы он его сделал. «Так сейчас время есть», — пришел на выручку Костик. «Ты прав», — Саша протянул кольцо и спросил, выйдет ли за него Лариса. Цветы были поставлены в вазу еще накануне и дурманили пьянящим ароматом. «Конечно, да», — ответила Лара. «Ура!» — закричал Костик и зааплодировал. А Лара и Саша рассмеялись. Потому что искренний смех ребенка был лучшим аккомпанементом для начала их новой жизни, по которой они хотели пойти вдвоем. Да и вообще, как-то удачно все получилось. А то она все думала, как сказать Саше, что надо что-то решать. А то их тайные свидания у него дома уже увенчались беременностью. Ну вот теперь скажет. Обязательно, но не при Косте. А то ребенок и так уже три месяца ждал этого предложения, с тех пор, как узнал, что дядя Саше в платной клинике дали беспроцентный кредит от организации на квартиру. «Мам, он только этого и ждал. Теперь точно женится», — говорил тогда Костя. Если история вам понравилась, надеюсь на вашу поддержку кнопкой палец вверх. Для вас всего один клик, но для меня это крайне важно. Спасибо заранее и до свидания. Спасибо. Спасибо.